То есть, грубо говоря, вот на примере Global City, в который я играю, сервер, есть сервер, который выдаёт каждому игроку своё пространство. Ну, виртуальное, грубо говоря. И получается, у нас, ну, к примеру, играют 2 миллиона человек, у каждого свои пароходы, свои дома. То есть карта общая, но действия каждого игрока разные. Что получается в результате? Мы никому не мешаем. И у каждого развивается свой мир, или он стоит в силу там разных обстоятельств. То есть, но сервер выдаёт всем одинаковое пространство и возможности. Это я говорю к чему? Ну, к тому, что игра, она помогает мне увидеть и понять подобие нашего происхождения человеческого. То есть нам, что миров получается много. Есть некий глобальный какой-то, не знаю, может быть, не глобальный, может быть, другое слово. Сервер, который выдаёт много пространства. И на каждом пространстве происходит множественность, понимаешь, развитие, но сообразно тому, что принимают те или иные люди, или, я не знаю, то есть по-разному. Идёт как бы раздача. А вот в плане, например, чтобы понять, вот есть компьютер, вот обычный, вот у меня настольный, который стоит, да, я, значит, он уходит в спящий режим. Человек тоже ведь уходит в спящий режим, наступает. И вот и задаюсь вопросом, так он уходит в спящий режим. Энергия или ток, оно уходит или, ну, не застывает, оно уходит по сети, по мега-сети. Так, человек засыпает, отключается. Его энергия, ну, можно сказать, ток, наверное, живой, наверное, можно, тоже уходит куда-то по сети, и даже сны видит в других мирах, или, в общем, становится тем, кем он не был, как бы, в этой реальности. Так, хорошо, я включаю компьютер, утром проснувшись, всё возвращается, данные, всё-всё, как было, всё возвращается. Человек просыпается, опять-таки, утром, но просыпается в своём теле. Почему? Говорит, там, серебряный шнур какой-то, да нет, никакого шнура. Я думаю, что, когда компьютер в сети регистрируется, вот он есть, так и человек. Когда он, как бы, занимает некое тело, он тоже фиксируется где-то какой-то системой, и поэтому я утром просыпаюсь в своём теле, не в твоём, не в теле Аллы Пугачёвой. Значит, вот эти мои данные, они зафиксированы, что я, моя энергия, вот какие-то личностные характеристики конкретно к этому телу. Понимаешь? Иначе бы мы все бы ждали из тела в тело, понимаешь? Вот, но вопрос другой. Вот, например, ко мне собирается прийти мастер, да, и говорит, ты данные перенеси на такой-то диск. Я это делаю. Он меняет там какую-то версию программы, там, не знаю, и, грубо говоря, ставит мне там семёрку, восьмёрку, десятку, но вот эти вот сохранённые мной данные остаются. У меня вопрос. Можно ли вот эти сохранённые данные человека, ну вот какие-то личностные, перенести в другое тело? Возможно ли это? Если, грубо говоря, мы можем с одного носителя перенести, скажем, на другой носитель, и неважно, это планшет, это другой вид телефона, или, в общем, короче, перенос вот этих данных. А вот у человека такое возможно? А вот, да, человек не просыпается, если тело повреждено или его нет, вот его не находит сеть, ну, грубо говоря. То же самое, что с компьютером. Компьютер в чём, он-то его не может включить, значит, и источник тока, энергии туда тоже войти не может. Вот, 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 вот и всё. Значит, получается, мы живём, на самом деле, в матрице, где всё каким-то образом зарегистрировано, где вполне возможно вот эта вот центральная машина эта, или сервер, я не знаю. Он раздаёт всем возможности одинаковые, может быть, реальности разные. Ну, получается многомерности, как ни крути. Вот это вот пришло сегодня. Перед...